Стучать в дверь они начали в 6 утра, меня на самом деле разбудила Настя, вот она сейчас здесь находится, у нее обыск начался немножко раньше, разные интенсивности были обыски, то есть у меня все достаточно мягко прошло, то есть, ну, с меня потребовали, чтобы я отдал технику, я ее, в общем, самостоятельно сразу отдал. Компьютер у меня был в спальне, я его сразу выдал, то есть, ну, ноутбук, как бы, с которым я все делаю, я его сразу выдал, сразу выдал айпад, ну, просто потому что, ну, если бы я сам не выдал, они бы здесь еще жестче проводили обыск, чем они его проводили. Да, ну, они вот здесь копались, они выдвинули ящики, что-то покопались, что-то попытались найти, но ничего там не нашли. Вырошили там белье, вырошили бумаги и технику вывалили вот на подоконник, то, что у меня было, но как бы ничего не нашли, что их бы заинтересовало, потому что все, что их могло, в принципе, заинтересовать, я им сразу отдал. Четыре обыска сегодня было, это Игорь Ефремов, замсекретаря московского отделения Либертарианской партии России, Сергей Бойко, это председатель Либертарианской партии России, я и, собственно, Анастасия. У нас одновременно произошли обыски, и мы все правоходим свидетелями по факту поста в Инстаграме в 8-летней давности. Ну, из меня пытались очень настойчиво сделать потерпевшие, там, следователь очень давил. Он начал говорить, что если ты там сейчас все экспертизы эти дурацкие не пройдешь, мы тебя все равно заставим, будем каждый день к тебе присылать ментов, повестки, обыски, все равно, типа, я своего добьюсь, там. Он хотел заставить полностью там отпечатки пальцев, ступней сдать, потом пройти осмотр тела полностью, и потом еще посадить меня на гинекологическое кресло, и такой осмотр провести. Для того, чтобы найти следы изнасилования 8-летней давности. Нету ни потерпевшего, ни виноватого, никого. Миша какой-то популярностью начал пользоваться, и началось давление на него, на его знакомых. У меня была запущена посудомоечная машина, меня попросили ее остановить, открыть. Там я открываю, вода течет, нет, надо вот осмотреть все. Я предполагаю, что они так и будут продолжать делать, поднимать технику, как они делают с ФБК. А зачем мне ходят в офис ФБК? Как просто на работу каждый месяц, да, приходят и замают технику. Вот у меня сейчас происходит то же самое. Помешать вести работу, которую я веду, помешать моей деятельности, нанести финансовый урон, потому что, ну, у меня никаких спонсоров нет, да, я существую там за очень мелкий донат моих зрителей. Покошмарить, потому что, ну, кому приятно, когда, значит, тебе в 6 утра ломится полиция, и, ну, попытаться, так сказать, повлиять на меня, чтобы я больше не делал то, что делаю, то есть не занимался политикой. Хотелось бы не прекращать работу. Если что, буду записывать, значит, на какой-нибудь взятый взаймы телефон. Продолжение следует...